всем привет с вами июля сегодня в этом видео хочу подвести итоги 2021 года показать вам все то что я на вышивала что на рукодельничала открыла свой блокнот и по списку у меня получилось 20 работ для меня это очень очень удачный хороший год получился продуктивный обычно у меня меньше вот в этом году 20 работ я собой довольно наверное больше и не надо потому что вышивку тоже нужно дозировать не все же не все же вышивать все 24 часа все не вышлишь все равно все равно всего мало все хочется и побольше вот и наборов и всего побольше дизайнов побольше поэтому в общем-то я рада своими своим итогам то что у меня получилось и так будем смотреть работы не по хронологии а просто вот то что их рядышком у меня есть я буду их подтягивать и вам показывать итак первый дизайн это ты гувернер подарок от ольги это дизайн я вышивала в нашем совместном проекте райский сад цветы и птицы бабочки проект получился масштабные очень интересные зажигающие много было участниц много на выходе получилось работ потрясающе конечно мы провели время и главное с результатом у многих очень очень хорошие результаты много было работ у девочек у кого немного было работ на все равно работы были вышивались в общем все очень очень активно принимали участие получили массу хороших впечатлений главное работы наши по вышивались ну и вот в этом сп я вышла тоже несколько работ одна из этих работ это монограмма дизайн от и гувернер набор оригинальный здесь у нас лен пермин этот лен он я когда начала вышивать он такой был плотный я не обработала края и вот они немножечко уже после стирки у меня раз махрились нужно будет пройти с лаком чтобы их закрепить лаком для ногтей так часто дело очень кстати эффективно показываю вам поближе все крестики весь дизайн он немножко пиксельные пиксельные в наверное в старинном таком стиле розочки и вот такие наверное василечки монограмма схема была сложная отрисованная от руки и значки были похожи путалась приходилось мне что-то переделывать процесс был такой не совсем легкий несмотря на то что он небольшой в принципе казалось бы но за счет того что схема была такая сложная значки были похожи и путалась работа шла потихоньку но главное завершилась вот такой то есть пока не оформленная работа но я думаю что придет ее время пусть пока полежит а потом я наверное и оформлю в подушку хочу сделать большую подушку беленькую с кружевами сережками такая знаете девочки на девочки на будет подушка красивая вот это у меня работа номер раз следующий дизайн это у нас панна панна ключ знание мудрость что-то там вот такое все очень все очень нужное и хорошие у меня есть от панны вышит домик оберег домашнего очага очень классная работа я оформила этот домик висит у меня на кухне радует и хочется продолжать серию от панны у них красивые интересные главное не сложные вот эти обереги они вышиваются на одном дыхании здесь я сделала что я заменила основу на линду потому что мне захотелось больше нежности и тут много бэкстича вот есть такие участки где нет крестиков а просто идет рисунок бэкстичем поэтому я подумала что будет более нежно более так сказать симпатично и здесь в центре ключики вышивались вышиваются вот этим металликом серебристым от центральный элемент он не вышивался но я использовала здесь остатки бисера от миробилии такой ювелирный бисер там был миленький и вот он сюда очень хорошо лег прям вот под серебро получилось объемно и ярко не так чтобы прям пустое место как у панны предполагалось ну и вот показываю вам еще раз с близкого расстояния все крестики здесь особенность этих дизайнов то что используются ниточки меланжевые с переходом поэтому у каждой рукодельницы будет свой дизайн все зависит от того как вы используете эти нитки то есть можно брать потемнее посветлее комбинировать играться с переходами цветами ну вот у меня вот такие получились переходы здесь я тоже немножко бисера добавила вот в этот элемент но потом не стало больше увлекаться везде его дошивать потому что везде есть пропуски потом поглядываешь и хочется тоже сделать добавить бисера но решила что нет везде не нужно добавлять красивые элементы интересные вышивался этот дизайн очень легко прям вот с таким настроением я довольна еще у меня есть обереги от панны и я буду их вышивать потом все вместе как-то оформлю пока не оформляется потому что у меня на кухне уже места нет у меня то маленький уголочек где поместились 4 работы 4 дизайна который по формату как бы они практически одинаковые и вот эту работу пока мне скомпоновать их как-то повесить не получается ну может я еще вышью какие-то обереги и как-то по-другому скомпоную посмотрим вот пока пока лежит главное вышелся и с огромным удовольствием я его вышивала в общем классно классно я с ним провела время идем дальше дальше у меня вот такая работа это у меня верва к из меня очень большая основа это верва к приближу еще раз чтобы вам было хорошо видно яркие птицы так называется этот дизайн значит тоже подарок от ольги здесь у меня была аида 14 каунта такого более желтого цвета и так как здесь не полная зашивка мне захотелось заменить основу на равномерку я искала искала выбирала выбирала выбрала вот такой вот лен от пермин нежный очень красивый такой цвет немножечко есть здесь он не чисто белый есть немножко желтизны может быть на камеру не очень это видно но чуть-чуть есть такой маленький потом но дело в том что когда я выбирала основы я немножечко сбилась в моих пакетах да когда я все разложила подбирала нитки как где смотрится чтобы основа по размеру подходила я почему-то перепутала эту основу с 14 каунтом она у меня получается 16 каунта и поэтому рисунок стал намного меньше мне бы конечно хотелось покрупней рисуночек но вот как получилось вышивалась работа местами сложно потому что есть такие участки где прям вот такая смена нити часто одиночки какие-то разбросанные в цветах вот вот в таких вот цветочках вот прямо все намешано как то бывает садишься вечер шьешь ешь результат какой-то минимальный и вот это меня конечно не радует когда ты много тратишь времени вышел совсем чуть-чуть вот но в целом конечно все это смотрится потрясающе вот смена цветов с бэкстича без бэкстича такие акварельные пятна эту работу конечно украшают ну и самым главным элементом интересным здесь у нас является вот эта клетка металлизированная здесь у нас два вида металлика серебристый золотой по-моему три вида металлика я уже сейчас не вспомню или два или три по моему три даже было металлика вот и эти металликом вышивается клетка в две ниточки вот так вот очень плотненько я вначале хотела вышить в одну нить но потом вас поняла что нет здесь нужно в две нитки чтобы именно вот создавалась вот эта ковка на клетке и он блестит конечно этот металлик потрясающе птички две красивые люблю птичек птицы счастье вот такая здесь у нас клетка цветочки птички очень очень приятный сюжет кстати тоже вышивался в совместном проекте райский сад видите какая большая основа получается и какой небольшой дизайн мне даже немножко жалко эту основу потому что можно было наполовинке вышить вот но дизайн очень симпатичный ему нужно быть оформленным но нужно еще вышить несколько таких дизайнов с клетками с птичками у меня есть схемы дай бог когда-нибудь дойдут мои руки и будет время чтобы еще вышить несколько дизайнов и вместе их оформить в белые рамочки может быть с каким-то золотым слипом и чтобы они вот три дизайна в такой тематике вместе их разместить и где-то ой мечты рукодельницы причем рукодельницы той которая не серийная мечтает о сериях а серии вышить никак не может но в смысле я их начинаю но не завершаю помечтать то можно так еще один дизайн еще один подарок это ласковый май сегодня не совсем мало места и сегодня я к вам решила не снимать лицом в кадр потому что обычно всем хочется порассматривать работы детали все вспомнить вот поэтому делаю вот в таком формате видео это значит у нас ласковый май чудесная игла тоже был подарок от моей покровительницы феи крестиков и этот дизайн я вышивала тоже в нашем совместном проекте цветы краски краски сад цветы птицы бабочки здесь к счастью я не меняла основу оставила аиду 14 каунт так как она и была здесь она цветная такого серенького цвета очень приятная основа и цвет приятный и вышивка была просто на удивление классно обычно я когда вышиваю по бумажной схеме даже если простая схема мне нужно там делать себе какие-то отметки где я остановилась что-то подчеркать хоть чуть-чуть порисовать даже если простая схема а вот это дизайн у меня вышивался просто вы знаете на одном дыхании я взялась и вот как только сажусь за эту работу работа у меня летела с настроением все было интересно все классно никаких сложностей мне писали что юль будет сложно вот в сирене вот в этих цветочках нету даже сирене меня вышивалась так легко в сама 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 себе удивляюсь как я ее так быстро легко вышила не смущали меня вот эти одиночки разбросанные схемы просто замечательно вот мне она легла я довольно довольно процессом результатом не так хватило какие-то цвета вот здесь фоне были отвратительные такие знаете с плохой мерсеризации но вышелось и все нормально были ниточки получше в целом смотрится очень объемно очень классно вот эту работу я бы действительно хотела оформить нужно подумать может быть я найду для нее место и как-то пристрою к моим каким-то уже оформленным работам вот нужно будет немножко поразмышлять на эту тему и покажу вам поближе конечно же давайте посмотрим на эту красоту ландыши вышивали с крестиком в 3 нити много было бэкстича особенно вот здесь в колосках бабочках в цветах он на цветной бэкстич цветной но все это было очень интересно просто великолепная работа очень мне нравится и я собой довольна и горжусь собой что я ее вышила молодец молодец юля преодолела себя и работу завершила так и идем дальше идем дальше 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 вот такая у меня интересная работа это у нас фирма джан лин оригинальный набор от фирмы джан лин подарок тоже вот в этом году я постаралась повышевать немножко из подарков потому что подарков много а вышиваю я мало ну вот в этом году я немножко так организовалась и повышевала подарки это джан лин очень редкий набор когда я получила этот набор я конечно же сразу захотела его вышивать так как там была аида 14 каунта и видите здесь не полная зашивка сразу стал вопрос о замене основы и на тот момент я купила большой такой кусок метровый отрез здесь у меня равномерка от обе хорум его по моему называется 14 аккаунта вот я решила ее опробовать сразу отрезала себе необходимый такой кусок тканей обработала края лаком как я люблю и приступила мне казалось что это будет такая простая работа отдыхал очка я буду вышивать там в перерывах от каких-то более сложных работ но не тут то было как я взялась за эту работу начала я вот с весны я вам уже рассказывала много раз плакалась вам очень много 3 4 креста часто смена нитки схема мелкая черно-белая и вот я бедненькая приступила вышивать вот вышиваешь вот вышиваешь какие-то крестики постоянно меняют пропустишь 3 4 креста возвращаешься потом бы к сеть какой-то цветной тоже такой дробный мелкие вот такое все знаете такое на все мелкое такое все какое-то сложное я устала я вот шила шила этот дизайн по моему там еще в игре в какой-то играл и мне выпало 2000 крестиков вышить и я пока вышел эти 2000 крестиков мне больше уже не хотелось ничего ну как-то я дошила первый дизайн 2 пошел получше а причем у меня и сага была я по саге пробовала но там тоже что-то несоответствие было цветов значков в общем как-то то в сагу то сюда схему в общем как-то я дошила вот эти два дизайна лежал лежал этот процесс никак я не могла к нему вернуться потом наверно 8 по моему стала приходить и я приступила вот к этому дизайну и полетела работа как мне понравилось вышивать причем вышивала по бумажке ну тут эта схема попроще особенно вот эта кормушка вышивается легко давайте я вам приближу то рассказываю вот сделав по получше увеличение вот и когда я приступила к этому дизайну конечно здесь у меня уже работа полетела я прям вот с таким настроением с упоением вышивала эту кормушку этих птичек класс и вот этот дизайн тоже у меня достаточно хорошо легко вышивался вот давайте я вам еще раз вот так вот покажу поближе чтобы вы могли рассмотреть бэкстич здесь такой квадратичный в этом вот в конкретно в этом дизайне есть длинные стежки выполняла выкладной нитью в этом дизайне зимнем были сложные шишки там тоже так много три четвертых креста вот наверное руку просто набила и поэтому пошел процесс полегче на самом деле здесь ну тут даже не увидишь это если только схема посмотреть и упасть в обморок сколько там три четвертых креста вот и сверху все это бэкстич посмотрите получается очень реалистично конечно классно когда смотришь сюжет проработанный замечательно все видно все детали кезис птички классные мне так нравятся эти листочки кружащие птички какой там щебет у них стоит как они лакомятся зернышками классный дизайн этот очень яркий летний вот это весна на котором с которым дизайн с которого я начинала сюжет птица такая интересная сине-фиолетовая когда вышивала думала что перепутала нитки посмотрела на обложку там тоже сине-фиолетовая вот такая интересно но птицам позволено быть разных оттенков они как хотят так себе оперение и делают сойка такая в общем прикольная работа несмотря на все перипетии я ее завершила и этому очень очень рада так продолжаем продолжаю вот работа по моему первого завершилась в 2021 году первое из больших я имею ввиду вот это представлять не нужно дименшит оригинальный набор африканские львы помню когда вышел перевыпуск сначала сразу не купила долго думала потом думаю что я думаю нужно срочно покупать а то останусь без львов и по моему в 2017 я приступила или восемнадцатом может быть и семнадцатом я его открыла чуть-чуть как обычно я люблю высший кусочек и откладывается в морозилку в этом году достала этот дизайн и по моему же побольше мне было выше то уже точно не вспомню в общем в этом году я завершала эту работу здесь что у меня было по процессу никаких сложностей замечательный процесс трава вышивается легко львы тоже легко дерево вообще песню то вот такой единственный зеленый участок смена вот каких-то цветов очень приятно вышивать небо много просто нужно терпение полукрестом две нитки ничего сложного берешь себе и шьешь 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 вот и все дизайн легкий получается очень красиво эффектно вот всем рекомендую вот этот дименшинс где можно вышивать даже начинающим потому что здесь нет каких-то сложностей бакси чем мало буквально тут вот на мордочках видите но проработка конечно супер без особых трудов без большого колеса бакси получается вот такая шикарная картина просто шикарная очень я люблю него сейчас достала так соскучилась все-таки целый год не виделись мои любые красавцы ой так хочется тигрика вышить в этом году у меня нет тигрика в дименшинс нет тигрика представляете все есть тигриков нет так ну это другая тема мы продолжаем смотреть итоги идем дальше осталось чуть-чуть осталось уже чуть-чуть но эти работы вы видели но сейчас я вам их покажу на хорошую камеру когда снимала на мобильный телефон никак не могла состыковать монтажной программы там вот эти все цвета в общем по качеству но получилось не очень удачным бывают такие моменты технические которые очень сложно решить вот мы сейчас вам показываю на хорошую камеру вы уже видите с хорошим освещением и все детали можете конечно рассмотреть что с этим процессом это но с дименшинс зимней радости не оригинальный набор а в сборке от магазина клубок желаний купила давно как обычно от начала вот такой вот где то здесь кусочек то ли цвета меня засмущали то ли я на что-то отвлеклась работа лежала лежала потом решила продолжить взялась стала вышивать этот участок когда дошла до лошадок конечно же у меня пошел азарт захотелось вышить вот эту повозку с людьми и я взялась за эту работу потихонечку стала ее вышивать вышивала долго с перерывами здесь очень много бэкстича прям очень много есть пол креста в 3 в 4 в 5 сложений но не проблема вышивается очень легко очень приятно по крестиком вообще по пол крестиком вышивка идет очень легко ноту бэкстич и выкладная нить которых здесь километры просто они конечно же тормозят процессу здесь видите фоне тоже есть бэкстич его сразу не видно он создает некоторую как бы тень глубину мы его же тоже нужно было вышивать до его там много посмотрите вот так видно много и вот я его шила шила и конечно вот этот бэкстич меня сильно тормозил утки здесь классные домик вот всем бы такой домик до большой уютный светлый стен много есть где вышивки повесить есть где сделать рукодельную комнату где-нибудь там наверху на в мансарде чтобы никому не мешать и тебе чтобы никто не мешал столику окна вышивки стеллаж с наборами и вперед красивый домик лесок елочки то такие классные потрясающе потрясающе костел конечно суперская работа я ее обожаю несмотря на то что так она у меня как бы вышивалась сложно но все эти сложности потом забываются остается готовая работа напомню что это 18 к поэтому здесь по крестикам большой объем но работа работа завершена хочется сделать коллекцию зимних дизайнов от dimensions они такие классные так как приятно вышивать с таким настроением просто супер 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 так еще один dimensions это у нас дух волка также в сборке от магазина глубок желаний ну можно сказать это и оригинальный dimensions потому что у dimensions этот дизайн был в гобелине помощь с нами нитками с я не ошибаюсь и был буклет в нитках дмс поэтому можно сказать и оригинальный dimensions основа здесь кофейная 14 аккаунта очень приятная основа классная дизайн мне нравился очень очень давно много лет я прям вот мечтала вышить его и благодаря девочкам благодаря магазина клубок желаний они мне предоставили этот набор и наконец-то вот мечта свершилась конечно я тоже вышивала очень долго но главное вот уже перед новым годом я собралась силами и вот завершила этот процесс посмотрите какое красивое вот это одеялко я вообще очень люблю индейскую тему когда вышиваются их атрибутика какие-то перья вот эти одеялки еще у них там есть посуда их интересно ну в общем я люблю эту тематику у меня есть несколько дизайнов вышитых на тему индейцев и наборов я себе уже накупила в общем нужно просто вышивать нужно время чтобы вышивать сказала я что здесь 14 каунт здесь 14 каунт вышивка крестом в две нити и вот здесь вот этот кружочек он вышивается внутри полукрестом в 2 и в 3 нити очень простой дизайн можно брать как отдыхалочку бэкстич минимальное количество и получается очень ярко очень классно я прям тоже собой так так рада так довольна собой что я смогла наконец-то завершить этот дизайн отправляется пока к сожалению в рулон но когда она вышивается братья индейцы может быть у меня будет тоже какой-нибудь тематический уголочек с индейцами есть есть еще задумки вот будем ждать время настроение вот такая вот работка у меня завершилась в этом году класс я прям так рада так рада что смогла что смогла и завершила все-таки и этот дизайн дальше идем еще один dimensions вообще я так посмотрела у меня из всех моих работ у меня 4 dimensions и 1 2 3 и 4 5 и 5 обычных ну других производителей дизайны это из больших работ потом будут еще маленькие поэтому можно сказать у меня этот год был годом dimensions 4 работы я вышила я молодец 2 gold коллекции это зимние радости и львы простая коллекция дух волка и вот такой вот дизайн это у нас шовчики гладь а на равномерной основе шерстяными нитками нитками мулины девочки это вот такой суперский был у меня процесс как я вышивала с таким настроением ой я прям всем рекомендую вот правда порадовать себя чем каким-то разнообразием не просто крестикова что-то новенькое обязательно вот если будет возможность у вас вы будете там где-то делать заказ и будет попадется вам этот петушок прям вот не пожалеете купите я думаю что он может исчезнуть из продаж потому что последнее время там сколько-то месяцев назад на него была скидка и распродавали обычно вот то что распродается потом исчезает из продаж поэтому обратите внимание на этого петуха вот прям всех призываю знаете что у нас здесь петухом так как будем показывать вот так будем показывать давайте вот так будем показывать здесь каждый элемент практически вышивается ну как-то по по-другому до какой-то своей техника вот смотрите бабочка гладь и внутри есть такой рандомный стежок просто случайные такие стежки шерстью по кругу у нас стим стич и бэк стич вот такой вот смотрите цветочек вот эти листики это у нас печатный фон вот такой цветочек видите по краю тоже интересно обшивается таким обмёточным швом вот такой цветочек листочек все все разные так это интересно все вышивалось вот эти листочки называются рыбья кость так они вышиваются видите очень все это быстро легко так классно покажу вам сначала цветочки потом покажу петушка ведь каждый цветочек у немножко вышивается по-другому солнышко вот так вот рандомным стежком такая вот еще бабочка такая странная бабочка вон такая и должна была быть по схеме петушок петушок вообще здесь очень классный значит серединке вышивается гладьевыми стежками вот такими длинными есть бэкстич есть видите такие меленькие стежочки бэкстич а вот она вся его тушка вот так вот вышивается тремя цветами потом еще штрихами проходится еще цвет желтый вот так сверху лапы вышиваются гладью сверху обшиваются вот таким интересным стежком серединка это вообще конечно праздник здесь у нас стем стич вот такие косички здесь длинные вот такие выкладывались нити а сверху чтобы они не бахрились мулине вот так прошивается и сверху еще французский узелочек представляете как это классно такая корзиночка вот такая плетется здесь у нас рандомный стежок просто вот так как как хочешь вышиваешь простые стежочки и сверху типа бэкстич классная тушка хвост как вы посмотрите мне нравятся синие оттенки желтые тут вот опять же этот это корзиночка классно ферма так и вот так глади выстежки вот такой вот петушок классный шикарная работа вообще очень люблю этого петуха хотел оформить в подушку ну потом опять сети карантин ограничения нужно было уделять время работе было вообще не до оформлений поэтому он пока отправляется опять же в рулон так всех большие работы мы с вами посмотрели давайте перейдем теперь к маленьким они по размеру маленькие но удаленькие как говорится с ними тоже пришлось повозиться как говорится продвигаемся из маленьких работ у меня вышелся от neocraft дизайн я как раз попробовала что-то новенькое нового производителя в этом году вот такой вот красивый лунный эльф очень красивая работа на равномерке дальше это у нас от рукодельной забавы по моему если не ошибаюсь вот такой вот классный кардинал это подарок от татьяны я сразу получила и сразу вы вышла красивый такой кардинальчик суперский отличный вот дальше и переходим к маленьким работам в этом году я попробовала оригинальный мелхилл вышила вот такую помидорку прикольную и есть у меня вот такая банка с медом первая работа на перфорации было интересно вышивается в принципе легко увлекательно вот не могу сказать что прям загорелась обзавестись какой-то коллекции но иногда можно что-то такое повышевать для настроения отвлечься маленькая работка взял и 1 раз и уже готова здесь я приклеила фетры магнита здесь пока еще нет забылась нужно будет доработать дальше из маленьких что у меня здесь еще в этом году я выполнила вот такой вот пасхальное яйцо бисероплетение первый раз выполняла такую работу было немножко сложно нужно было привыкнуть к сборке вот этого бисера все это сплетать отдельно детали в общем с деталями я более менее справилась а вот сама сборка стяжка была сложной для меня я вот вроде бы стягивала стягивала но все равно как-то немножко иногда бывают какой-то перекос ну можно такая что поправить вот в целом я очень довольна своим опытом мне кажется получилось симпатично такое интересное изделие бисер качественный это набор приолис если я не сказала дальше из маленьких тоже работу меня выполнилась вот такая огольница кстати я активно пользуюсь она у меня для вот таких разных булавочек для игла бэкстича стоит на рабочем столе и периодически я конечно пользуюсь значит здесь была у меня такая заготовка тоже подарок был и я взял кусочек фетра вышила розочки рококо видно розочки рококо разноцветные сделала их так как вышиваю крайне редко этим стежком пришлось немножко потренироваться вот в итоге такие розочки у меня получились добавила французских узелков разноцветных и получилась вот такая вот прикольная маленькая игольница мне кажется симпатично симпатично и очень практично дальше 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 и дальше я приступила к выполнению серии игольниц от фирмы реолиз мне нравится их изделие уреолиз молодцы такие интересные у них и без корню и в игольницы маленькие вот в этом году я выполнила вот такую ракушку вышивалась она очень легко потому что здесь у нас полукрест и сверху бэкстич дальше вот тут у нас есть бусинки 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 бисер простите заговариваюсь бисер бисер идет украшение бисером красиво получается по краю у нас пришивается шнурок делается и внутри вот так вот красиво тоже пришиваются жемчужинки когда мы пришиваем бисер с наружной стороны сразу пришивается и жемчуг внутри ну и здесь такая большая жемчужина пришивается чтобы соответственно это настоящая была ракушка морская с жемчужины но у меня здесь также и иглы я люблю пользоваться этими игольницами периодически я их растаскиваю по процессам потом начинаю скучать начинаю их изымать из из процессов дальше в этом году первый раз я познакомилась с без корню вышивка через одну нить переплетения крестом через одну нить переплетения на лугане 25 каунта это конечно в начале когда начинаешь вышивать происходит некоторый шок потому что настолько мелко схема непростая как бы не просто там взял там чуть-чуть что-то повышевал здесь достаточно объемный рисунок как муж вернулся начинать там шуметь меня здесь достаточно объемный рисунок много разных каких-то деталей с обратной стороны посмотрите какая красивая здесь отделка бэкстич идет золотой нитью и вот такие вот бисерин очки очень красиво прям к красивая богатая без корню называется рассвет их вот такая вот у меня мне подарили такую иголочку это все моя фея рукодельная мне на присылала целую кучу подарков до сих пор вышиваю вот такая вот красивая здесь счетная игла она как раз по цвету очень хорошо подошла к этой без корню много времени я на нее потратила поэтому говорю что вот маленькая но вот такая вот ух сложно было с ней справиться в результатом я довольна и из последних моих работ вы еще не видели эту работу это без корню от реолис забыла если название или нет тоже здесь у нас вышивка крестом через одну нить переплетения на лугане 25 аккаунта это вот знаете вот самая сложная без корню которую я вышивала я на ней просто убилась во первых очень насыщенный рисунок здесь и близкие по тону цвета вот середин как бы хорошо видно вот посмотрите по краешку вот фон этот все это вышивается причем не просто там рисунок есть кружевной вот эти элементы тут сколько добавил одиночки видите вот так разбросаны нужно как-то закрепляться тоже мелко все также есть и бэкстич который идет золотой нитью так камера настраивайся бисер цветной его здесь много в общем работы здесь очень много она такая непростая на достаточно сложная вот с обратной стороны вот и я забрала ее сработан сам дизайн и начала весной унесла на работу там потихоньку ковыряла ковыряла забрала с работы и его целую неделю практически я ее дошивала то есть она меня уже было но больше половины выше то лицевой стороны с изнанки тут только краешек вот целую неделю дошивала доделывала стежки и бэкстич все сборка была сложная потому что получилось у меня здесь край очень плотные тяжело было сшивать палец весь исколола еще бисер нужно было пришивать так не настраивается камера резкости бисер нужно было пришивать в общем я убилась честно вам скажу так сложно и было собирать это вот для глазастых и очень смелых но по получается потрясающе очень я нам не нравится прям вот жемчужина в моей коллекции без корню и пока сюда я пристроила самодельный пин вот такой вот петушок это был магнит пластиковый но на пластике магниты не держатся они отлетают поэтому у меня сюда приклеилась игла ну нужно закрыть еще с обратной стороны или закрасить тоже вот недоделка пока что ну в общем вот так вот у меня выглядит моя без корню с петушком такой здесь петушок вот и что еще я вам не показала самую малость то что стоит у меня в моей елочке в украшении это символ года уже уходящего ну пока еще не 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 ушедшего уходящего с 1 февраля тигр вступает в свою власть поэтому пока еще год быка и это набор фирмы риолис тоже подарок вот такие вот симпатичные бычки симпатичные бычки на пластике по моему 10 каунт по моему 10 каунт вышивались быстро легко никаких проблем немножко быксича приклеила с обратной стороны фетр все как было по по набору указано вот такая красота получилась вот такие вот у меня получаются итоги так чуть не забыла показать вам еще один финиш один итог работа оформленная и стояла в сторонке поэтому чуть не пропустила но работа не такая знаете для меня интересно это первый мой опыт работы с новым производителем это образовками в камень ях этот производитель специализируется в основном на иконах но есть у них также несколько дизайнов с цветами небольшие маленькие наборы жанровые но в основном это иконы особенность этих наборов то что в них комплектуются натуральные камни входят набор есть трунцал есть бисер сваровские общем различные такие камень и красивые интересные наборы дорогие но очень интересно конечно поработать с такими материалами дизайнерские здесь идеи тоже очень интересные в целом я очень довольна тем что у меня получилось единственное были некоторые моменты по материалам чего-то мне не совсем хватило какие-то материалы были впритык вот как нефрит его нужно все таки было давать запасом потому что было много брака и приходилось уже выбирать и из в общем то из брака как-то где-то дошивать но в целом своим результатом я довольна я не довольна оформлением рама здесь конечно симпатичная но оформили неправильно наши багетные мастерские не умеют работать с такими материалами поэтому с такими работами объемными где есть вот бисер бусины поэтому придется переоформлять и скорее всего эта работа подождет может быть я оформлю где-то в какой-то более хорошей мастерской но я надеюсь может быть я смогу как-то отправить может быть в россию там оформить не знаю пока не знаю так давайте подумаем как не вам ее показать поближе чтобы не ловить всех ламп здесь нет у меня музейного стекла но хочется вам показать немножко поближе какие-то элементы вот в уголочке это элемент шишка это большая бусина которая плетается бисером эти крупные бусины это яшма по кругу зеленые камушки это у нас нефрит здесь очень очень много красивых интересных деталей я оставлю ссылку на видео потому что здесь сейчас я вам не смогу все это детально показать оставлю ссылку на видео где я уже финиш там не было я рассказывала все все какие-то нюансы вы можете посмотреть великолепная работа я помню вышивала знаете с таким вдохновением 2-3 дня вышивала вот эти одежды не могла оторваться и у меня знаете даже вот пальцы заболели из-за такой нагрузки большой но это очень очень было интересно это у нас не сказал это у нас спиридон наш греческий святой его можно узнать по вот такой вот шапочки соломиной и шапочка это у нас выполнялась из трунцала медного а нимб из золотого тронцала по кругу здесь обшивается у нас такой это не цепочка как же называется в общем с металлическими такими шариками лет лента не лента нитка нитка как правильно сказать заговариваюсь в общем детали здесь много все я вам показать сейчас не смогу вспомнить рассказать поэтому оставлю ссылку кому интересно можете посмотреть факел такой в руке классный классный набор мне все понравилось практически за исключением каких-то моментов и хотелось бы еще конечно же хоть что-то выполнить вот этой фирмы говорится бы не посмотреть как будет получаться и конечно хочется переоформить также хочется сделать хорошую натяжку оформить по качественнее конечно же ну пока хотя бы так я любуюсь мы повесили эту работу на видном месте со всеми иконами пока так а конечно же нужно переоформлять также в итоге этого года я хотела бы включить и оформление потому что это тоже итоге оформление нам дается совсем не просто и когда что-то оформляется это просто праздник это работа фирмы dimensions мини-голд вышивала очень-очень давно лежала лежала работа и вот в этом году я оформила вот в такую рамочку двойную паспарту красненькая беленькая рамочка такая красненькая скромненькая но оформление у нас такое скромно в принципе сюда подходит очень ярко гармонично мне нравится висит над моим рабочим столом дальше вот такая работа у меня оформилась это из стареньких сэмплеров так лампа отражается вот так будем держать вот это совсем простая рамка покупала давно в каком-то магазине за копейки но самое обычно по фотографии и мне захотелось подсолнухов осенью желтых цветов каких-то я вспомнила об этой работе вспомнила что есть такая рамочка она сюда подошла практически вот в аккурат где-то что-то может быть не идеально до края ну в целом смотрится очень гармонично и долго она стояла сейчас я ее убрала пока вот но в целом класс я очень рада этим оформлением порадовалась своей работе которая была в рулоне теперь вот она оформленная и периодически я ее выставляю и оформление года ну я считаю для меня это оформление года оформились две работы на мой взгляд удачно у нас в наших багетных мастерских нет большого выбора поэтому я считаю удачно оформились это две работы совершенно не как бы разные по теме по своему содержанию но они подружились по цветовой гамме и я смогла их объединить просто белым паспорту белой рамой и вставу вставили мы еще зеленую рамку как слип ну как слип просто добавочная рама получается зеленая и вот это оформление объединила две эти работы я смогла их вместе повесить они мне очень нравятся и я рада что смогла их объединить потому что я люблю и магнолию дименшинс как как я ее вышивала с каким настроением одна из моих любимых работ вышивается просто и легко здесь 14 каунт быстро все вышивается но какая она эффектная просто потрясающе и мои коты от фирмы золотое руно в прошлом году да я их вышивала если правильно помню завершила в прошлом году работа большая объемная полная зашивка пусть нет бэксичи но она достаточно большая и вот эти две работы я вместе оформила просто потрясающе я их очень люблю вот и может быть еще какую-нибудь работу я найду в такой же цветовой гамме и смогу оформить еще третью работу мне там есть уголочек остался и вот я думаю чтобы мне еще оформить вот такие у меня получились итоги девочки мальчики для меня был год я считаю удачным 20 готовых работ и есть и большие работы 4 дименшинса попробовала что-то новое у меня в этом году я попробовала тео гувернер попробовала дименшинс вот эти гладевые стишки неокрафт что еще из нового было милл хилл без корню у меня много вышелась причем таких сложных без корню в общем считаю что год у меня а ну конечно же образа в каменьях спиридон тремифутский вышелся я считаю что достаточно у меня хорошие результаты дай бог чтобы и этот год 22 тоже был таким же продуктивным чтобы я смогла показать вам и что-то новенькое и что-то из старенького завершенного хочется чтобы все присутствовало в нашем рукоделии ну а самое главное это настроение это наше общение я надеюсь вы как всегда по вышивали вдохновились и желаю вам хорошего настроения здоровья до новых встреч всем пока пока